О которых тоже надо думать. Я вот когда говорилось в когнитивном резервуаре, существуют вообще и факторы, которые способствуют, так сказать, не такой скорости старения. Ну, все, да. Они для всего хороши. Там, рубика, низкая калория, физические упражнения. То есть, вот это на этом оптимистичном подходе можно, конечно, использовать. Независимо от генетики. А с точки зрения генетики, когда я задавал все-либо вопросы, для чего у нас вообще ранняя диагностика, да? Мы сами задавали себе вопрос, всегда, да? Отличего, если мы... Но также мы задавали вопрос, что невозможно найти гены болезни Асгемы, потому что это поздние формы, очень трудно всеми. Мы задавали этот вопрос, работали, находили гены и в результате знаем точно молекулярный патогенез. То есть, мы знаем мишей. Теперь просто нужно найти препараты на эти миши. Значит, для этого это первое. Второе, диагностика нужна не только для пациента, но и для родственников. То есть, каждый человек, который родственник болеет, он хочет знать, какой у него риск для разных целей. Ну и последнее, в принципе, уже существует примеры, когда, собственно, для искусственного водотворения проводится диагностика, отбор тех, соответственно, ацитов у матери, которые не несут генетического фактора болезненности гены. Здесь нет и этический аспект, но для многих мутаций гена, они ведутся как по существу врожденное заболевание. Только начинается это в среднем возрасте. То есть, все этические приемы, которые используются в медицинской диабетике для диагностики, мы можем использовать все эти. Спасибо. Спасибо большое. Михаил. Я хотел сказать одну мысль о том, что я хотел как раз прокомментировать выступление профессиолога, о том, что я рассказывал про развитие плода, про благородство и так далее, как все это влияет. Я надел эту покупку, но это наш мозг, вот, на марке Дарьс Геймера. К тому же, я очень советую, потому что там очень много разжевывают как от беременности до того, как ухаживать своими родственниками. Я хочу сказать, что думайте о своих близких, потому что потом ваши дети думали о вас. Спасибо. Очень хотелось бы, чтобы мы, как Екатерина сказала, утащили все уже, что есть в мире. Из Америки, из Европы, из Азии. Столько люди, люди столько уже сделали, и в плане развития, вообще, понимания деменции. То есть, когда приезжаешь на конференцию, и выходит человек и говорит, у меня деменция, и я живу вот так-то, у меня такие-то проблемы, я так-то с ними справляюсь. У нас представить себе, что выйдет человек на конференции и скажет, у меня деменция, вот тогда у нас тоже это будет на какой-нибудь очередной конференции, вот даже вот этой, тогда это будет шаг вперед. Спасибо. Я думаю, что очень важно научиться жить и понимать, жить с этим, понимать, как не обходиться, убрать эту памятку, страх, неуважение, не бояться. Просто взять уже то, что есть, хотя бы учиться, учиться. Я понимаю, у нас учат, наверное, три года, мы сдаем семь экзаменов, но начать мы же не можем пройти сто шагов, если мы сделаем первым. Надо учиться, общаться с этим. Спасибо. Я хочу сказать, что мы, конечно, живем в удивительное время, и, так сказать, все возможности технологические, медицины, и, так сказать, все можно поменять. Если раньше в Одессе говорили, давайте выпьем, чтобы мы были здоровы, а сейчас выясняется, что здоровье тоже можно купить. Но вот в свое время академик Муссов сказал, что врач может помочь вылесить болезнь, а здоровье нужно добывать самому. И вот в этом плане мы должны об этом помнить. И когнитивное здоровье тоже нужно добывать самому. Купить его пока не надо. Я в продолжении этой высказки. Когнитивное здоровье нужно добывать самому. И вспоминаю поговорку русскую. Готовься не летом. Добывать нужно это когнитивное здоровье раньше, чем этот запрос возникнет на полезки. То есть, на самом деле, ну, может быть, такая очень позиция слишком глобальная, что прямо с внутриутробного развития. Я думаю, что начинать об этом нужно как минимум после 35 лет. Это уже поздно. И ориентируясь на тот падаж, который был достигнут за прошедшим периодом развития. Это первое. Второе. Я, конечно же, согласен со всем, что было сказано в разделе, когда мы обсуждали информированность всему обществу, в том числе и государственную политику, о том, что такая проблема существует. Это будет такой социокультурный контекст, с которым мы должны двигаться по поддержанию этого когнитивного здоровья. Я знаю, что я отношусь с тем, что только один подход в медицинском существе будет для того, чтобы можно было поставить диагнозы. Подходы в многое социальные, психологические, биологические. Поэтому говорить о более ранней диагностике, наверное, об явлении каких-то более полепрофессиональных моментов важно не только для того, чтобы говорить о возможностях излечения. Любые психические заболевания, а хронические заболевания, точно так же, как и стоматические, люди с ними живут, чем раньше узнают, тем больше возможностей жить более счастливым. Но, наверное, главный термин, который сегодня уходит в нашем селе, который сейчас является основным, это не просто важное жизни в жизни, а активное и здоровое развитие. Но тоже, конечно, это нужно было ранее когнитиво. Спасибо. Спасибо.